от мамы по наследству, поэтому, так скажем, я то социальное доказательство, что сетевое предпринимательство действительно передается по наследству. Скажите, пожалуйста, меня хорошо слышно, видно? Да, Маташечка. Да, хорошо. Все, все, отлично. И вот сегодня у нас с вами тема такого сомнения и возражения клиента, как «дорого». Мы все всегда выступаем в роли клиента, потому что вокруг нас все чей-то бизнес. И мы с вами всегда клиент какого-либо бизнеса. И, соответственно, вспомните себя. Сразу вы делаете покупку в каком-либо там магазине, торговой точке, сфере услуг. Вспомните себя здесь, как вы быстро приняли решение, чтобы заказать товар компании «Арсак». Про себя я могу сказать, что я была очень сильный скептик. настолько сильный, что когда мне мама даже давала пакет с этой продукцией, я его привозила домой. Он у меня стоял, пакет не разобранный, там, две недели. Я потом брала этот пакет, отвозила маме обратно и говорила, «Мам, что-то мне не заходит». Хотя я даже пакет не открывала. Вот такой был скептицизм у меня по отношению к продукции. Какая-то Турция, что-то там, химия без химии, вообще о чем? И зачем мне вообще здесь покупать, если я могу спокойно пойти и купить в магазине? Опять возвращаясь к вопросу, почему дорого? Почему клиент говорит дорого? Не только, к примеру, в нашей компании, вообще на любой другой продукт. Потому что человек не видит в этом ценности. Когда мы видим ценность в том или ином продукте, то у нас уже не возникает вопроса, дорого нам это или недорого. Мы уже понимаем, что мы заплатим гораздо меньше, чем мы получим ту ценность того продукта, который мы приобретаем. И вот поэтому задайте себе вопрос сами. Как быстро вы сами заказали данную продукцию? Как быстро вы сами стали клиентом компании «РСАК»? Что мешало вам изначально заказать эту продукцию? Потом следующий вопрос. А почему вы все-таки заказали эту продукцию? Что сыграло для вас? Главное, что вы решили ее заказать. И вот через себя вы легче будете общаться с клиентом. Вам проще будет рассказывать клиенту о том, что продукт на самом деле, он по факту-то недорогой, потому что в нем значительно больше ценностей, чем ту стоимость, которую мы за него платим. И вот донести вот эту ценность – это наша с вами задача, потому что компания «РСАК» как продвигает свой товар на рынок? С помощью сетевого маркетинга. Сетевого маркетинга еще называют прямые продажи. То есть от человека к человеку. И вот еще раз повторюсь, наша с вами задача – донести человеку ценность нашего продукта, а наш продукт – это органика. Если зайти в любой магазин, который продает органику, натуральный продукт, там цены будут значительно выше. Я не беру даже тот же «Фикс Прайс», либо там «Магнит». Там сплошная химия. И то есть чем пользоваться? Человек выбирает сам. И, соответственно, поговорим о нашей продукции. К примеру, вот мне скажи, купи чистящее средство для уборки туалета и ванной комнаты за 811 рублей. 811 рублей – это цена каталога. Я скажу, мне не надо. Но зачем мне средство за 811 рублей, если я могу пойти его купить дешевле? Если мне скажут, что ты можешь купить средство натурального состава, органику, за 305 рублей, и скажу это так, вот здесь я уже задумываюсь и скажу, слушай, ну круто. И вот поэтому я предлагаю разобраться, почему наше сердце все-таки стоит не 811 рублей, а 305 рублей. Я вам расскажу свой опыт, как я работаю со своими клиентами. То есть, как я говорю о нашей компании, о нашем продукте, именно со стороны цены, со стороны цифр. Потому что для меня цифры очень многое значат. И вот поэтому мы просто возьмем для примера, у нас регистрируется новичок. Соответственно, когда человек только регистрируется, он в статусе, красивым словом член называется, в личном кабинете. И после того, как он делает заказ, превышающий 2200 рублей, у него включается скидка 10%. Вот поэтому я предлагаю разобрать на статусе новичка. Потому что когда вы рассказываете о нашей компании новому человеку, то он у нас идет в статусе новичка. Вот я взяла для примера, поэтому тоже вы можете сейчас взять ручки, листочек, калькулятор, и вместе со мной будем рассчитывать. Вот я взяла для примера такой, ну как, вот джентльменский набор, да, то есть то, что я рекомендую, например, доказать клиентам, из чего вообще начать знакомство с продуктом компании Арсак. Это общая уборка. Общая уборка у нас по прайсу стоит 649 рублей. Мы сейчас будем с вами говорить о заказе в сумме 4400 на 4 балла. Дальше. Капля. Литровая капля. Это, мне кажется, не надо петь дифирамбы этому средству. Вы сами прекрасно знаете, вообще, что капля – это незаменимый помощник любой хозяйки. И вот литровое средство стоит 1197 рублей. Жидкость для мытья посуды. Все моют посуду. То есть наша целевая аудитория – это, ну, все. Людмила, выключите, пожалуйста, микрофончик. Сейчас. Жидкость для посуды – 649 рублей. Банью. Я взяла с пульверизатором, чтобы сразу купить с пульверизатором, так как, когда мы заказываем с аппаратом средства, то вот этот аппарат, маленький пульверизатор, он выходит значительно дешевле, чем его заказывать потом отдельно. Либо идти покупать где-то в магазине. Зачем мне тратить время, чтобы идти его покупать где-то в магазине? Если я это могу сразу сделать в одном заказе, плюс будет больше баллов. Так вот, баня с пульверизатором, с аппаратом стоит 730 рублей. Дальше. Растворитель масла, антижир, тоже с пульверизатором, 771 рубль. И возьмем жидкий порошок, к примеру, там, для цветного, либо для белого белья, без разницы, 768 рублей. 6 наименований. Итого получилось 4764 рубля. То есть за 6 наименований клиент заплатит 4764. Дальше. Ну, у него будет скидка. За первые 2200 рублей клиент заплатит в полном объеме. На оставшуюся сумму 4764 рубля минус 2200, оставшаяся сумма 2564, будет дополнительная скидка от первой квалификации 10%. Но скидка будет не 10%, а 8%. Почему 8%? Потому что в любой товар включается налог на добавленную стоимость. НДС сокращенно. На НДС скидка не идет, потому что этот налог компания перечисляет в российское налоговое законодательство. Вот, соответственно, 2564 рубля минус 8% это 2359 рублей. То есть скидка с плюсом составит 205 рублей. Итого заказ клиента будет 4559 рублей за 6 наименований. Но мы с вами знаем, что при заказе от 4400, мы даже сейчас не рассматриваем с вами акция в акцию, а просто компания клиенту дает 3 подарка. Если взять на данный момент, какие текущие подарки у нас есть, клиент же вправе выбрать самые дорогие подарки. Его же компания здесь не ограничивает. Поэтому мы возьмем самые дорогие подарки и возьмем тоже по цене прайса. То есть мы не будем считать цену каталога, а посчитаем по цене прайса, потому что клиент же у нас регистрируется, значит у него уже включена скидка 20%. Вот если мы возьмем самые дорогие средства, это лосьон для изночения волос. Он стоит 1258 рублей по прайсу. Шампунь с маслом органией это 710 рублей. И, к примеру, там баня, либо зубная паста у них одинаковая цена 649 рублей. То есть 3 наименования, 3 самых дорогих наименования. Итого клиент получит подарков на 2617 рублей. Клиент получит 3 наименования, дорогих наименования в подарок на 2617 рублей. Но он эти 2617 рублей компании не заплатит. И что у нас получается? Вот если мы берем, например, заказ на 4400 до города Нижний Тагин Свердловской области, в Болгсбери, ну я проживаю здесь, поэтому я по этим ценам ориентируюсь, у нас доставка на 4400 составляет, ну как правило, 800 рублей. Мы с вами помним, что клиент за заказ заплатит 4559 рублей, плюс 800 рублей дорога. Итого клиенту надо будет оплатить 5359 рублей. Но мы помним с вами, что клиент получит подарков на 2617 рублей. И, соответственно, когда мы из этой суммы вычитаем 2617 рублей, мы получаем, что клиент в итоге платит 2742 рубля. Да, клиент заплатит 5359, но он подарков получит на 2617. И, соответственно, вот еще раз, вот это, да, вычитание 5359, заказ плюс дорожные, минус сумма подарков 2617. Итого 2742 рубля получилось. Соответственно, мы помним, что 6 было наименований в самом начале, клиент заказал, и плюс он получил 3 подарка. Соответственно, 3, ой, смотри, так, калькулятор, девочки, подождите. Итак, я переключусь. 5359 разделить на 9 наименований. А, 596 рублей. Получилось, одно наименование стоит 596 рублей. Разобрались как? Да. Вот, то есть, 5359 разделили на 9 наименований. Смотрите, почему я говорила 305 рублей? Клиент же может увеличивать свою скидку. Это мы говорим про новичка, который только зарегистрировался. Соответственно, мы можем дальше увеличивать свою скидку. 15%, 21%, 27%, 33%. И наша скидка, она никогда не взлетает, она может только увеличиваться. И, соответственно, мне выгодно рекомендовать данный ассортимент. Да, выгодно. Мы всегда что-то в своей жизни кому-то рекомендуем. Русского человека, хлебом не кормить, дай что-то посоветовать и дай что-то порекомендовать. Соответственно, что получается? Если я рекомендую, ну, вы все прекрасно знаете, и там какую-то акцию в Магните, либо еще где-то, мне никто за это не платит. Здесь мне за это платит компания, потому что она выбрала метод продвижения товара на рынок, сетевой маркетинг, прямые продажи от человека к человеку. И когда вот так я клиенту раскладываю, показываю, что смотри, в итоге что получается, сколько у тебя стоит у того наименование, ну, одна единица товара, то человек уже смотрит совершенно по-другому. Вот. Далее, что у нас, как дальше расклад делаем? Что у нас? Например, общая уборка. Сколько надо колпачка на ведро воды, чтобы навести порядок дома? Один колпачок на ведро воды. В колпачке 10 миллилитров. У нас что? Идет литровая бутылка средств. 10 миллилитров в одном колпачке. Литр делим на 10 миллилитров, то есть, от общего уборка идет на 100 ведер. То есть, я 100 раз могу помыть пол. Что получается? 595 рублей я делю на 100, и итого одно мытье получается, ну, округлим, да, 6 рублей. Мне выгодно за 6 рублей вымыть у себя квартиру натуральным, органическим средством, которое даст пользу, но ни в коем случае не нанесет вред мне, моему здоровью и здоровью моей семьи. Когда я так начинаю раскладывать, клиент, конечно, соглашается, что 6 рублей, да, это на самом деле копейки. Поэтому я вот так вот с клиентами со своими разговариваю, общаюсь и доношу им, почему наша продукция, она недорога. Я не начинаю проводить аналогию там с Ферри, либо там с Пималюксом, то есть, я просто говорю, ну, сходи посмотри цены, которые есть в магазине, а ты прекрасно эти цены знаешь. Поэтому выбор будет только за тобой. Мое дело с тобой поделиться этой информацией. Выбираешь, дальше ты. Поэтому у меня, в принципе, все. Задавайте свои вопросы. Девочки. Наталья, спасибо большое. Действительно, такой хороший расплат. Действительно, можно человеку... Ну, и так же говорим, что вы подарков получаете. Вот такую сумму, ну, что вам... Вот тут нивелируется вот эта плата за доставку, действительно. Ну, вы прям так все хорошо разложили по полочкам. Спасибо вам большое. Тут нужно уже действительно более детально уже человеку объяснить. Спасибо. Я почему сама столкнулась, да, с этим и стала вот так просчитывать, потому что, ну, вот когда я говорила подарки, ну, человеку не холодно, не жарко от подарков. Ну, то есть, ну, подарки. Он не понимает, он не видит в этом ценности. Ценность в этом видим только мы с вами, когда мы один раз бы сказали и увидели накладную, сколько мы должны были заплатить, сколько мы заплатили по факту, а сколько мы вообще получили, да, ассортиментов. И, соответственно, что происходит? Мы видим эту ценность. И когда вот я говорила подарки, подарки, к примеру, да, свой пример приведу. Я раньше пользовалась с метикой Виши и заказывала, ну, не на тысячу, не на две тысячи. То есть у меня, ну, заказ был, как правило, там семь, восемь, девять тысяч. Там тоже идут подарки, ну, там, извините, там идут подарки, пробники, 10-15 миллилитров. Максимум, вот 15 миллилитров, а там пробники, там и 2 миллилитра были, там и 3 миллилитра. И там семь или восемь подарков на такую сумму, да, приходило. Ну, что это за подарки? И, ну, это же тоже были подарки. Соответственно, когда мы говорим подарки, у человека, ну, у каждого своя картинка мира возникает в голове, какие подарки. И поэтому я стала вот именно на цифрах показывать, показывать, какие подарки на данный момент, и прям просчитывать. А цифры, они говорят сами за себя, и с цифрами не поспоришь. Девочки, какие есть вопросы? Спасибо, у меня нет вопросов. Отлично.